Форма Утро Здравствуйте Расскажите про Форм Утро Как вы попали на него И какие условия надо было соблюсти Это огромная Федеральная площадка На которую собирается Молодежь со всего Урала Было представлено несколько областей Это Ямал, Хмау Курганская область Сверловская, Тюменская, Челябинская Если не ошибаюсь Более 400 Да было представителей И регионы страны тоже были Да, очень много И плюс делегация регионов страны Я попала туда через окружной форум Я молод Я стала победителем Грантового конкурса В рамках этого форума И меня рекомендовали К участию в форуме Утро И к участию в грантовом конкурсе В рамках этого форума То есть по рекомендации Да, и конечно же надо было Оставить заявку В автоматизированной системе Молодежь России АИС И плюс заполнить там Проектную свою сессию То есть прикрепить свой проект Документы И подать вот в этот проект Через АИС Сейчас все происходит через АИС И мы даже Когда был грантовый конкурс Мы экспертам ничего не предоставляли Никаких документов Вся выгрузка шла через данную платформу Это удобно? Ну, наверное, да Наверное, да Но мы еще по привычке На листочках Хочется, да? Вот так вот дать Хотелось подсунуть А как же АСМЕТ А у них все уже Все автоматизировано Балигма, а вы каким образом Стали участницей форума? Ну, Ксения уже все правильно сказала По системе АИС Подала заявку Ну, хотела бы сказать Что попадает на эти форумы Любой человек может попасть То есть любой желающий? Ну и чтобы попасть Нужно быть активным А чтобы нужно быть активным Сначала нужно участвовать В регионального компонента мероприятиях Это в форумах Вот как Ксения сказала Я молод и получила там субсидию То есть я, как и занимаюсь Волонтерами Победы Региональный координат Волонтеров Победы Естественно, постоянно везде Стараемся принимать часть И очень активно И так же, как и на Утре В 2017 году тоже получала Грант в 100 тысяч рублей А в прошлом году Так же от Росмолодежи Форум Утро был всероссийский А Влад Волонтеров Победы Там тоже получила 50 тысяч рублей И сейчас, чтобы усилить Уже площадку Волонтеров Победы Это, кстати, переход случайно Такой о том, о чем проект Волонтеров Победы Движения ни разу не было Такого окружного слета Чтобы все активисты Собирались в одном месте Такого ни разу не было Существования Волонтеров Победы В нашем регионе А как на Всероссийском уровне Все регионы У них есть и окружные Муниципальные форумы Волонтеров Победы То есть все развивают И как бы тоже хотелось бы В этом направлении развивать И чтобы усилить площадку Сделать ее более разнообразной Более эффективной И вот подаюсь максимально Где возможно на гранты Показывая, что мы будем делать там И получилось Услышали И понравился проект Нашим экспертам И мы получили Собственно То есть получается Финансовую поддержку Просили на что? У меня Первые Вот допустим 50 тысяч рублей Я получила Именно на образовательный момент Это вот сейчас на УПИ? В прошлом году И вот сейчас про утро То есть у меня получается Я по сути получила Два проекта На реализацию Одной крупной площадки Два гранта На реализацию Да У нас в этом году Первый раз Во всем регионе На уровне региона Будет огромный Огромный форум добровольцев В городе Новый Ренгой Вот чтобы сейчас Не соврать Там или более тысячи Или около тысячи Пятиста участников будет И такого у нас еще На регионе не было Естественно Будут представлены Все площадки Видов добровольства Это и волонтеры-медики Кстати Очень хорошо И плотно сотрудничаем С волонтерами-медиками Потому что Есть на уровне Федерального соглашения Даже у волонтеров-победы С волонтерами-медиками И получается И каждый в интересах Своей площадки Естественно Если я болею Волонтерами-победы Я и переживаю за площадку Поддержка региона Конечно будет Это в плане Организации Крупнейшего форума В плане привлечения Всех участников Со всего региона А сама площадка Как она пройдет И в плане образовательной Это уже естественно При инициативе самой молодежи Как мы хотим Это еще добавить Как и департамент Молодежной политики Туризма И площадка какая 50 тысяч Это я выиграла На образовательный блок А 100 тысяч Это у меня будет Еще с элементом Реконструкции То есть приедут все Допустим Активисты регионального отделения На площадке И мы будем Во втором блоке Обучать Как правильно И как хорошо Еще лучше проводить Исторические квесты Квесты Это такая тема Которая очень хорошо заходит И для подростков И для детей И вообще для молодежи Это как и образовательный компонент И то есть Представьте Образовательный квест Калюковская битва Провели игру И помимо этого Еще стали участником Инсценированного сражения В рыцарских Вот таких доспехах Костюмах Сколько стоят сейчас Рыцарские доспехи Костюмы Вообще нереально Карнавальные костюмы Они очень дорогие И вот фишка Моего проекта В том Что эта реконструкция Будут эти Обмундирования И вот эти рыцарские доспехи Все из картона Есть очень крутой человек Его зовут Егор Он из Атарстана Вот мы его приглашаем Как спикер Он нас обучит И мы дальше уже будем Это проецировать На весь регион И в формате Этой площадки Волонтеров Победы Он будет показывать Мастер-класс И обучать Как это сделать Но они просто Нереальные там Костюмы Его даже пригласили В Германию Чтобы он провел Там эту реконструкцию То есть человек Очень такой Он сам волонтер Победы Молодой парнишка Он этим болеет С детства И это хорошая практика Такого у нас в регионе Вообще еще ни разу не было И когда По обратной связи Естественно Когда ты делаешь Любой проект Ты делаешь Какой-то своего рода опрос Опрос он и ВКонтакте Устный Неважный И вот когда ты спрашиваешь У основного количества регионов Кто занимается Волонтером Победы И спрашиваешь Вообще у ребят Чего не хватает Как можно Квесты очень хорошо заходят Но естественно При любом квесте Хочется в это погрузиться А чтобы в это погрузиться Нужно иметь хороший ресурс И многие говорят Что реконструкция Стоит огромных денег Вот пожалуйста Вот сейчас Сейчас мы это сделаем И докажем Что это может быть И недорого Это еще и включение Самих детей Самих ребят В создание этих костюмов И потом они же С этими костюмами Будут проводить сражения Там даже из картона Делаются точные копии танков Все думают Что это ужасно дорого Но естественно Танк в реальном почти размере В огромном Там себестоимость 20 тысяч выходит Но В преддверии 75-летия Если актив Региональный компонент Люди научат это делать И приедут в свои муниципалитеты И что-то еще будут там проецировать Это же очень хорошо И как раз такая повестка Хорошая в 20-м году К 75-летию И это могут быть Не только рыцарские костюмы Это могут быть И в плане На тему Великой Отечественной войны То есть вы выиграли Сейчас 100 тысяч И вы эти 100 тысяч Потратите как раз таки На создание Вот Да Именно образовательных Чем удорожание сметы Произошло Только за то Чтобы привести Этих спикеров Которые обучат это сделать И по себестоимости В принципе Этот проект недорогой Краска Скотч Картон Все Ну получается Просто сказка Ну естественно Дальше мы это все будем Освещать И показывать На региональном уровне Везде услышите Увидите И посмотрите Ну когда это примерно Можно будет Ну форум только в декабре будет В декабре Да У нас международный Вообще день добровольца Декабре В Новом Уренгое Да Ну вот как там Можно будет разыграть что-то В смысле Со всего региона Съедутся И обучатся всему этому Все это будут делать Но это будет не на улице Это Я вот про то Что картон В городе Новый Уренгое Есть огромнейшая площадка Я думаю Это как будет Может быть нельзя это говорить Но это есть такое огромное помещение Это не торговый центр Но какое-то огромное помещение Где есть возможность Сделать мероприятие Но я не ответственна За все мероприятие Поэтому я не могу говорить Как площадка пройдет В каком формате Я точно знаю Что форум будет Площадка волонтеров Победы будет Беля иди что-то еще придумай И если есть желание А желание есть Вот собственно Новый Уренгое в декабре ждем 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 новостей Ждем Ксения Ну если мы уж начали говорить Про проекты Давайте тогда Свои рассказывайте Что выиграли И реализуете ли уже Очень хорошо Я привезла на форум утро Проект Который называется Арт-терапия вдохновения Привезла из города Ноябрьска Частичку вдохновения И вот я так надеялась Что мне Удастся заразить этим вдохновением Как минимум Свою делегацию Как максимум Экспертов Которые оценивали данный Грантовый конкурс Это арт-терапевтическая поддержка Людей с онкологическими заболеваниями Через проведение серии Мастер-классов Данный проект Уже успешно реализуется В городе Ноябрьске Благодаря отделу профилактики Центральной городской больницы Злате Александровне Который является психологом Данного отдела профилактики Мы выезжаем В онкологическое отделение И делаем мастер-классы По созданию больших ростовых цветов Это замечательная такая арт-терапевтическая практика Которая получила позитивный отклик И мы решили данной практикой Делиться с добровольцами в сфере здравоохранения С волонтерами-медиками Буквально недавно в мае На окружном форуме Ямолот Выиграли сумму В размере 100 тысяч рублей На изготовление боксов вдохновения Это коробки В которых находится все Для проведения серии мастер-классов По созданию ростовых цветов В данной коробке Буквально в сентябре Уже отправляются в город Новый Оренгой И Салихард А приехав на форум утро Мы решили нашим вдохновением Делиться с регионным соседом Ханты-Мансийским автономным округом Игрой Договорились с руководителями Отделения регионального волонтера-медики Которые находятся в Ханты-Мансийске Рассказали про наш проект Подружились так заочно Ему ночью понравилось И сейчас благодаря тем инвестициям Которые мы получили на форуме Данные коробки Данные боксы вдохновения С материалами Они отправятся в город Ханты-Мансийск В Сургут В Нижневартовск Именно там находятся онкологические центры И отделения достаточно большие В штабы волонтеров-медиков Мы обучим данных Ребят Этой арт-терапевтической практики И они уже выйдут с этими материалами И будут проводить мастер-классы И вот так потихонечку Шаг за шагом Только благодаря участию в форумах Вот сейчас Молодежь, которая возможно Не так погружена в эти движухи Как мы Она возможно не понимает Какую возможность нам дают Ведь ты просто приди Расскажи Эксперты, которые Являются также и Помощниками в какой-то Образовательной программе Они могут помочь Прописать тебе Основную карту проекта Усилить ее Направить в правильное русло Даже дать какие-то рекомендации Партнерам, стейкхолдерам И ты можешь заработать Деньги на свою инициативу Это невероятная возможность И только благодаря Этой возможности Только благодаря участию В таких образовательных площадках В том числе и грантовых конкурсов Наш проект живет И мы приносим пользу Достаточно большому количеству людей Которые действительно в этом нуждаются Как реагируют люди? Вот уже вы говорите, да? Семь мастер-классов уже было в нашей Да, был уже Мы сейчас проводим мастер-классы Совсем недавно в рамках Конвейера проектов Территория Севера Это муниципальный форум Мы выиграли еще сумму На приобретение материалов Для техники Fluid Art Эта техника признана в мире Одной из лучших Для терапевтической поддержки И онкологических пациентов И пациентов с кардиологическими болезнями Неврологическими И вот сейчас мы уже закупили материалы И с сентября будем выходить Уже с этой техникой И мы надеемся В силу того, что сейчас Все волонтерские проекты Регистрируют на платформе Доброволец России И мы узнавали И мониторили Что таких подобных проектов нет И мы надеемся Что наша такая маленькая Ямальская практика Интересная Она разойдется по всей России И вот станет мы Наш арктический регион Станет таким родом Начальником этой Терапевтической практики И мы будем представлять ее А если вот говорите же Именно про реакцию людей Для которых вы проводите Мастер-классы Как реагируют? Ну конечно Невероятный позитивный отклик Вообще Благодаря данному проекту Который спонтанно Случился в наших жизнях Как многое хорошее Пришел спонтанно Мы завели очень много друзей Среди Во-первых Пациентов Мы их ласково называем Ласточки Наши ласточки Медицинского персонала Который тоже нам Помогает И вообще Мы столько Партнеров Друзей У нас оказалось И у этого проекта И мы вот надеемся Обрастать ими и дальше И участвовать дальше Еще вот в таких площадках Как Утро И вот хочется сказать Что на форуме Утро Даже в рамках Грантовой защиты Хотя вот и я И Белли Мы достаточно опытные в этом Так как мы давно Занимаемся социальным Проектированием Мы получили Такой невероятный Кейс образовательный Такую прокачку Которую наверное Еще никогда не было Все началось с того Как мы Рассказывали про свои проекты У экспертов У нас был Два дня буквально На то чтобы Всего было шесть экспертов В рамках грантового конкурса Это представители Росмолодежи Это очень Значимые люди В различных направлениях И это инклюзивное И СМИ И предпринимательство И добровольчество Различные направления Это люди Несмотря на свой Достаточно молодой возраст С огромным опытом И социального проектирования И вообще реализации Таких больших проектов И программ Мы сначала Два дня пытались К ним пробиться Потому что Если на первой смене Было 80 проектов Защищалось То на второй 230 Сначала мы пытались К ним пробиться Это все По записям По живой очереди Как вот В СССР Кто за кем Чтобы пообщаться Т-т-т-т Чтобы записываться Проект И получить Обратную связь Там я не знаю У нас Белли Это наша мама Которая контролировала Очередь Она всех там Пропихивала Записывала Контролировала Чтобы все успели Только да Благодаря Белли У нас Многие вообще Прошли к этим экспертам И сама защита Это что-то невероятное Чтобы вы понимали Шесть экспертов Которые поделены Пополам Три в одной комнате Три в другой С девяти утра До часу ночи Была защита Прерываясь Только на обед И на ужин Устали все И мы стали ждать Особенно когда Вот у меня была защита Без пяти-десять Вечера У моего коллеги Аэрата В девять утра И вот это ты сидишь До десяти часов вечера Уже наслушался всего Кто как защищал Кто на кого Как реагировали Кто Мы же сами Только как эксперты Ну этот что-то как-то Мне кажется Он не получит Да Наверное Сделали стамб Наверное Тяжело быть вечером Очень тяжело Очень Ты перегораешь сразу Если ты еще такой И эксперты уже Наверное И эксперты Причем мы сидели Наша ямальская делегация У нас было 25 человек Потом я надеюсь У нас будет возможность Сказать Послать Воздушные поцелуи Всем ребятам Потому что у нас Настолько крутая Вообще делегация А вы все Друг за другом выступали Нет Мы были раскиданы По времени На весь день Но мы всей делегации Как цыгане Ходили там Друг за другом Один выступает Шла поддержка Слава богу Можно было В эту маленькую комнатку Зайти Вот так прижавшись На стульчике Постоять Похлопать Передать какие-то Свои эмоции Чтобы поддержать человека Вот И вот так мы защищались Вот мы и получили Кстати Диплом для делегации Как самая сплоченная делегация Потому что вы все дружно Да Мы стали победителями В этой номинации Да Потому что это вообще Даже эксперты говорят Что спать не хочется Что вы делаете Ну это же Мы команда Как одна семья То есть От людей зависит Какое ты настроение создаешь Если человек ходит С каким-то непонятным настроением И говорит что Вот что-то мне не нравится Этот человек мне не нравится Что-то Нужно не забывать Что все что вам не нравится Это отражение Это отражение У вас самих В какой-то части И вот даже Кстати Хотелось бы очень много Людям сказать Что если даже вам Что-то в человеке не нравится Это вот Это ваше отражение Вам человек даже Посылается не просто так Да И вот очень приятно было Что вся делегация Была очень позитивно настроена Все были такие хорошие Все такая Даже есть ребята Кого мы первый раз видели Там с каких-то Муниципальных образований И вот это Объятие Сопереживание Когда были награждения Грантов Во всех такие слезы Это было Я не знаю Если когда-то покажешь На каком-то телевидении Это как индийский фильм Какой-то был Все сидят и хлопают И ямальская делегация Стоит и плачет просто Это на самом деле Хотя Логически Если подумать И поразмышлять Мы должны быть конкурентами И бороться каждый За свой грант Потому что в регион Наверное Какое-то определенное количество Может уйти грант Ну да У нас такого не было Началось все с того Что мы Поддержали Помогали писать Защитные слова Доклады Помогали формулировать Цели, задачи Аннотации проекта Занимали друг друга Очереди В зоне каворкинга Это специальное пространство Где можно было Сесть за компьютер С вайфаем Поработать Распечатать Какие-то свои материалы И вообще У нас была настолько Невероятная поддержка И мы познакомились С таким количеством людей Узнали об интересных проектов Которые будут совсем скоро Реализоваться В нашем арктическом регионе Заручились Так сказать Приглашениями Чтобы приехать И поучаствовать Так пригласили к себе Так что Участвуйте форумом Как максимум Вы оттуда возьмете Классных друзей Партнеров Новые какие-то Взаимодействия Идеи Потому что Можно посмотреть Услышать Какие-то интересные Инициативы Идеи ребят С других регионов Которые уже классно Например развиваются А почему бы у нас Например в ноябрьской Что-то такое Не сделать Не реализовать Обязательно надо ездить Это вот Несмотря на то Что я очень много Посещала различных форумов Вот данный форум Для меня это Самый крутой опыт Вот форумной жизни Это невероятно Начиная от образовательной программы Которую делали В том числе И Ямал был задействован В написании Образовательной программы В реализации Одной из площадок Ну какой-то Ну суперопыт Вообще И визуальная составляющая Дизайн вообще И мерч Которые нам раздавали Все было на крутом уровне Не ниже Чем Селигер Территория Смыслов Или Таврида Ксения Белли Спасибо что пришли к нам И я еще раз вас поздравляю С такой плодотворной поездкой Вам спасибо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому